Молодой водитель устроил серьезную аварию в Челябинске. На своей иномарке он вылетел навстречу и лоб в лоб сошелся с другим автомобилем. Подробнее расскажет наш корреспондент. Эта авария произошла на улице Худякова. По предварительным данным, 19-летний парень за рулем Митсубиси не справился с управлением и выехал навстречу. Там он столкнулся с Шевроле. За рулем второго автомобиля была 30-летняя женщина. Водители получили травмы, обоим потребовалась помощь врачей. В Магнитогорске пассажир погиб при столкновении Нивы и Грейдера. 40-летний водитель за рулем Нивы почему-то не увидел технику и влетел в нее. В результате 31-летний пассажир легковушки скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водителя госпитализировали. Три автомобиля столкнулись на пересечении Сони Кривой и Лесопарковой. Машины получили сильные повреждения. На месте происшествия работали инспекторы ГАИ. Они разберутся в причинах аварии. Хотели проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора, но рискованный маневр не получился. ДТП произошло на Копейском шоссе. На кадрах видно, как загорелся красный, но две машины продолжают движение. Скорее всего, автолюбители не ожидали, что на их пути появится еще один нарушитель, который тоже хотел проскочить перекресток, и ему горел красный. В итоге столкновение. Теперь любителям быстрой езды придется ответить за свою невнимательность. Газель Юзом съехала на скользкой дороге в сугроб возле дома 63 по улице Российской. Вот так вот машина ушла Юзом. Очевидцы сообщают, что на этом участке дороги лед был прикрыт слоем мокрого снега. И на такой горке тормоза не работают. Машины просто скатываются вниз. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Местные жители ждут, когда там появятся коммунальщики, чтобы убрать наледь с дороги. Автомобиль сгорел на перекрестке в Челябинске. Все случилось в 5 утра на пересечении улиц Макеева и братьев Кошириных. Автомобиль загорелся рядом с АЗС. Возможно, у транспорта коротнуло под капотом. На месте происшествия работали машины МЧС и скорая помощь. До автозаправки пламя не добралось. В металлургическом районе угнали Пазик. Водитель пригнал микроавтобус 92 маршрута в автосервис на ремонт. А когда вернулся, не обнаружил транспорт в мастерской. Пазик исчез. Выяснилось, автослесар взял его на время, чтобы покататься по городу. Таким образом, он хотел оценить работу мастеров. Только такая шалость закончилась уголовным делом. Мужчина попал под статью об угоне. Вызвали сотрудников ГИБДД, чтобы не замерзнуть на трассе. Семейная пара выехала из Челябинска и направлялась в Курган. Но у поселка Канашево у супругов стала машина. Ехать дальше они не смогли, аккумулятор сел. Тогда южноуральцы позвонили родственникам с просьбой привезти заряженный аккумулятор. Но дорога заняла бы несколько часов. На улице был сильный мороз, в машине стало холодать. И тогда супруги решили позвонить в ГИБДД с просьбой о помощи. Приехавшие инспекторы согрели пострадавших в машине. Когда аккумулятор привезли, супруги продолжили движение.